Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня я хочу обсудить одну задачу, которую Иван Ильин с канала Виктозавр рассматривал у себя на канале примерно полгода тому назад. А задача в Ваниной постановке формулировалась так. Имеется прямоугольный ящик с зеркальными стенками и из одного из углов этого ящика выпускается световой луч, который отражается от стенок, блуждает в этом бильярде и наконец на каком-то шаге, быть может, попадает снова в один из углов бильярда. Но я тут вынужден употреблять слово угол и угол в двух разных значениях. По-английски это были бы разные слова, angle и cone, ну а по-русски придется довольствоваться этой амонимией. Ну и Ваня спрашивал, каким должно быть направление луча, чтобы на каком-то шаге процесс завершился. Иван задавал вопрос про угол наклона, а я его видоизменю, сжав прямоугольник так, чтобы этот угол составлял 45 градусов со сторонами полученного прямоугольника. Понятно, что при этом углы падения и углы отражения равны друг другу, так что новая картинка показывает путь луча в таком случае. И понятно, что вопрос о попадании или не попадании луча на каком-то шаге в еще один угол прямоугольника определяется исключительно тем, как стороны вот такого сжатого прямоугольника относятся между собой. И математический ответ на так поставленный вопрос мы даем немедленно. Пусть стороны прямоугольника относятся между собой как целые числа. Ну, например, вот здесь я изобразил этот прямоугольник, и его стороны относятся как 3 к 5. Я это еще и квадратиками показал. Тогда я беру и сторону 5 откладываю 3 раза, а сторону 3 откладываю 5 раз, чтобы получился квадрат со стороной 15. И провожу в этом квадрате диагональ. Она и идет под углом 45 градусов к той и другой стороне. И теперь я говорю, что эта диагональ может быть преобразована в путь луча при отражениях. Ну, в самом деле, вот этот кусочек, это первое отражение, вот этот кусочек, это второе отражение, вот этот кусочек, это третье отражение, ну, потом там есть четвертое, пятое, и, наконец, вон то последнее шестое, которое и попадает в угол нашего исходного прямоугольника. Ну, и понятно, что в таком же ключе я бы действовал, каким бы ни было целочисленное отношение сторон. А вот если стороны не имеют между собой целого отношения, ну, то есть, как говорят математики, они несоизмеримы, или их отношение представимо иррациональным числом, то тогда ни на каком шаге такого попадания и не произошло бы. Так что ответ на вопрос заключается в том, являются ли стороны соизмеримыми, а их отношение, соответственно, рациональным, представимым двумя целыми числами, или же они несоизмеримы и их отношение иррационально. Ну, это мы ответили на вопрос, как математики. А когда мы переходим к физике, даже в идеализированных моделях, нам, пожалуй, следует добавить еще кое-какие детали. Ну, например, пусть луч при каждом отражении теряет часть энергии, ну, и это означает, что он постепенно затухает, и через какое-то число шагов становится практически невидимым. Ну, и кроме того, математический луч не имеет ширины, а физический луч, выпущенный, скажем, из лазерной указки, имеет какую-то ширину. И тут, кстати, у англичан тоже есть два разных слова для одного нашего амонимума. Они говорят «рей» про луч, не имеющий ширины, а то, что выходит из указки, они назовут не «рей», а «бим». Пучок. Ну, и нам нужно как-то модифицировать нашу модель, а для этого мы возьмем и построим ее в программе «Алгуда». И посмотрим. И вот мы видим черный прямоугольник, стороны которого относятся как три к двум. Луч здесь делает всего три отражения и попадает в угол. На этом его путь заканчивается. А теперь я возьму одну из сторон этого прямоугольника и начну ее двигать. И вот я чуть-чуть ее сдвинул, и посмотрите, какая мелкая сетка появилась. И вот при таком движении у меня иногда прорисовываются сетки довольно крупные, но луч имеет ширину, и где-то здесь обтекает эту сетку, поэтому получается такая картинка. А давайте поймем, что это такое. Это у нас 8 к 5, кстати, вот здесь у меня показано. Если это точно установить, значит надо взять меню и поставить здесь в точности 1,6 в позиции. И вот луч совершил какое-то число шагов и попал в сетку. Ну давайте еще подвигаем, и мы снова видим, как прорисовываются иногда такие довольно крупные ячейки, а иногда ячейки очень мелкие. Ну понятно, что если бы мы могли, так сказать, руководствоваться математикой и строить ручьи бесконечно длинные, то при всяком иррациональном отношении сторон луч закрашивал бы весь прямоугольник. Но впрочем на компьютере реализовать иррациональное соотношение сторон нельзя. И из-за представления чисел конечной, десятичными или там двоичными дробями конечной длины. И из-за того, что у нас число пикселей на экране ограничено. Но тем не менее, вот мы видим эту картиночку заполнением. Мы можем еще и ширину луча попробовать пошевелить. Для этого нам надо взять и уменьшить. И вот мы видим то, что было сначала. А то, как этот луч постепенно заполнял, заполнял и заполнял всю структуру. Давайте еще пошевелим для нашего удовольствия. Вы тоже можете построить такую картинку и поиграться с ней самостоятельно. И тут надо сказать, что с точки зрения физика, в отличие от точки зрения математика, существуют числа не рациональные и иррациональные. Но те, которые представимы отношением двух небольших целых чисел и все остальные. Впрочем, когда я говорю, что стороны прямоугольника выражаются отношением чисел 4 и 3, надо понимать, что сами четверка и тройка, если они получены в результате измерений, представлены здесь лишь с какой-то степенью точности. А для тех, кто смотрел наш ролик о формировании спиральных структур в корзинках подсолнуха, я хочу сказать, что то, что я обсуждал сейчас в этом ролике, и то, что обсуждалось там с математической точки зрения, это по сути дело одно и то же. Но речь здесь идет лишь о математической, геометрической и числовой точке зрения. А что касается физики, она здесь, конечно, разная. И физику формирования корзинок подсолнуха нам еще предстоит обсудить. А теперь настало время нашего заключительного вопроса. И в этот раз он будет таким. Как получается, что в такой клетчатой структуре луч заполняет все клеточки и ничего не пропускает? Ваши соображения на этот счет? Ну, а может быть тут надо говорить не о соображениях, а о доказательствах? Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.